здравствуйте дорогие друзья меня зовут киди сегодня сегодня о чем бы я хотела высказаться как это часто бывает темы тех или иных видео подсказывайте вы сами своих комментариях и так далее вот не так давно что в одном из комментариев прозвучало утверждение что астрология это не наука это что-то шарлатанское что-то вот такое вот эфемерное ну и вот моя дочь наша высказала идею как-то прокомментировать вот это вот высказывание на что я согласилась хотя в общем то судить о чем-либо можно только досконально изучив предмет так сказать вот об этом можно ли изучить то или иное явление направление и так далее вот просто досконально то есть установить истины ведь истина она в принципе непостижима будем так говорить все наши позднорения это только путь коны так сказать а что есть истина в том или ином случае никто сказать то и не может существует различие мнение суждение течение направление и так далее и наподобно астрология но мне тоже почему-то связи с этим комментариям приходит на ум еще одно направление так научная генетика все очевидно знаете что в свое время 30-е годы небезызвестный лысенко так сказать академик президент академии наук ссср и вся эта академия в конце концов заклеймила так называемую генетику что такой науки не существует что это не наука это все кто как-то были склонны признавать ее наукой объявлялись шалатанами людьми не от науки изгонялись репрессировались и так далее и тому подобное но вот нечто потом-то оказалось что это совсем не так и генетика пошла своими шагами вперед она многое конечно узнала за эти годы но тем не менее так и не расшифровала геном человека и так далее и в принципе то и не знает что это такое меня в свое время еще тоже поразило одно высказывание вот в части науки ученые были специалисты были так сказать даже знает что такое электрический ток как он образуется а вот почему никто не знает вот как какой может быть вот парадокс вот такой но тем не менее это не мешает нам пользоваться этим самым электрическим током в все большем и большем размере и вот это самая астрология лично считаю вот как существуют законы космоса и они как бы нами естественно не познаны и мы не знаем почему и как какого влияния галактик планеты параллельных вселенных и так далее и подобное то есть так ли автономно они существуют в одном так сказать вот в пространстве во времени и так далее а то что планеты существуют вернее их влияние друг на друга это по моему никто никто не отрицает нам всем известно влияние луны положено на все физические процессы на земле ли его отлива и так далее и подобное в том числе и на человек такового поскольку мы на 80 процентов состоим из воды на влияние это именно вот на водительные так сказать процессы ровные очень велико точно такое же влияние испытывает естественно все живое от солнца источник жизни нашей и так далее и подобное не побоюсь так сказать высказаться и в том смысле что все остальные блестящие планеты по крайней мере наши солнечные системы они однозначно влияют на все процессы земные точно так же как и друг на друга то есть как то не связаны почему они именно таким орбитом вращается не по другим что происходит когда они сближаются максимально так сказать в апогеи или наоборот разлетается на длительное расстояние и вот все ведь во всем существует гармония безусловно и и космос естественно тоже стремится к этой самой гармонии и вот эта гармония естественно она подчиняется законам космоса нами еще не поздно в чем эти законы как их познать каково их влияние а что влияние есть это однозначно так вот думается что эти знания как бы они когда-то были даны высшему разуму там или еще кому-то людям но потом были просто-напросто утрачены но эти знания же никуда не подевались то есть вот в новосфере в информационном поле земли то же самое они ведь остались они сохранились и таким образом время от времени тот или иной человек как бы расширенным сознанием там под влиянием каких-то сил он ему спускается как бы да вкладывается вот те или иные знания и он знает больше чем окружающие люди даже в своей среде специальные положим вот не думается таких людей мы называем талантливыми или даже гениями что бывает достаточно редко и ведь астрологи были всегда судя так сказать по источникам историческим и всяко разным они были всегда они были так сказать при дворах возьмите хотя бы Джона Ди небезвестного при английской королеве либо иных других и в Россию так нам они тоже посылались так сказать просили наши правители что уж пришлите нам какого-никакого так сказать специалиста в этой области и шагов вот буквально они могли ступить без составления соответствующего гороскопа на день на год на жизнь на тот же час что может случиться чего стоит остерегаться это так сказать вот эта вот самая соломка которая может смягчить может быть не устранить но по крайней мере смягчит укажет какую-то дорогу иной какой-то путь чтобы обойти вот перипетий судьбы с наименьшими потерями вот такие люди мне думается и были настоящими талантами вот в этой области то есть они знали больше чем окружающие и ну хотя бы краешком сознания постсознания будем так говорить приближались вот к этим самым законам космическим влияние всех планет на земные процессы и естественно на человека мне вспоминается наш русский так сказать астролог очень известный это Сергей Вронский непростая судьба далеко непростая действительно талантище огромное талантище вот на нем природа как бы не отдыхала я к слову был тоже в генеральном штабе России служил он знал 42 иностранных языка он потом и на большевистское правительство некоторое время работал как бы но тем не менее это не помешало полностью истребить его семью и просто случайность или нет не случайно закономерность наверное что Сергей Вронский как раз гувернанткой вышел гулять в это время залетели чекисты и всю семью расстреляли он потом попал в Прибалтику там учился с этой гувернанткой так кстати она выдавала его за своего сына ее сына гувернантского тоже убили вместе с семьей судьба занесла его потом в Германию он там обучался он попал в небезвестный радиологический институт будем так говорить это с прикрытием инорби тоже знал много иностранных языков и вот это вот тяготение много изучал именно к астрологии он гипнозом обладал и вот астрологией много читал много изучал ну и естественно талантку даже без него ты настоящим астрологом не станешь много перенес своей жизни вернулся потом в Россию он составлял и на себя естественно гороскоп не избежал репрессий пять лет в лагерях но видимо этого избежать никак нельзя было потому что если бы он оказался в ином месте в это время он бы погиб вот так прожил в общем-то долгую плодотворную жизнь и почти дописал классическую астрологию многотомник вот такой итог всей своей жизни и я просто хочу мы вот с Дашей обсуждая немножко этот вопрос астрологический аспект мы пришли как-то к назначенному выводу что астрология опять же хочу обратиться к некоторой не аналогии а психологии к примеру кто-то раньше признавал эту психологию так сказать за наук чистое какое-то шарлатанство не основано на физиологических каких-то процессах человеческих ни о чем как бы душеведы как бы они душу ведут и вот эти вот мысленные процессы у нас и что и как откуда и почему мы совершаем те или иные поступки и так далее и тому подобное и истинно я вот так думаю что истинно талантливый психолог это не простая техническая так сказать трактовка тестов многочисленных которые уже на сегодняшний день существуют сотни и сотни дабы сделать вывод это все таки талант именно трактовки расшифровки что бы это значило то есть глубже гораздо все это видится шире и вот истинно талантливый астролог я так думаю нельзя просто так сказать изучить вот север что такое марс там как влияет это воинственная планета там венера планета любви или лунные узлы черная луна белая луна вот эти все дома там первые двенадцатые и так далее кто за что отвечает откуда все это взялось откуда взялось так кто его знает поскольку это глубинные сакральные знания и тем не менее они к нам пришли и мне думается что вот истинно талантливый астролог которому дано свыше богом как говорится или высшим разумом шире и глубже видеть эти процессы и топтовать вот тогда астролог такое он может так сказать только подать времени рождения не зная человека никого он просто всю жизнь расскажет то есть где когда с кем куда да и что и где его подстерегает и в какое время и к чему он склонен ну то есть вот это вот все то есть нельзя об астрологии судить это по этим так называемым гороскопам которые публикуются в газетах журналах весьма общие например для каждого знака зодиака а там разбег то ого какой а имеет значение не только день час но даже минута секунда в которую человек родился то есть именно в эту секунду закладывается весь жизненный путь и влияние всех абсолютно планет ну по крайней мере нашей солнечной системы вот как то вот так вправе не согласиться конечно со мной но я все таки отношу астрологии науки и постичь так сказать глубинные вот эти вот пласты вот этой вот науки дано далеко не каждому если тебе повезет если удача улыбнется тебе то ты найдешь своего астролога и узнаешь как избежать тех или иных сложностей приклон и даже опасности в том числе и самое главное что мне кажется ты узнаешь о своем предназначении потому что я считаю что самое главное в жизни человека это чтобы он понял свое жизненное предназначение для чего его призвали в эту жизнь куда он должен идти каким путем в какую сторону вот как бы так всего доброго до свидания то и в